Школьное питание под контролем родителей. Во всех школах и детских садах Нижнего Новгорода созданы специальные группы родителей, которые следят за питанием детей. Мэр города Владимир Панов сегодня проверил качество питания в школах и детских садах и их работу. Он заявил, что в советском районе стартует пилотный проект по внедрению в садиках питания для аллергиков. За пример был взят детский садик номер 404, где питание для аллергиков существует уже почти 20 лет. Делось отдельное питание для еду, для обычных детишек и для те аллергиков. Для аллергиков все делается отдельно. А когда первый раз ввели меню для аллергии? В 99-м году. В 99-м году так сразу стали делать. У нас компьютерная программа, расклад, там все прописано. Приглашаем родителей попробовать питание. У нас проходит не открытых дверей. Матчистое соответствующее. Очень понравилось, что мы лечили в Струбусе, у нас только открытый турец. Мне отлично понравилось. Маш, как вы мне? Нет, мне тоже понравилось то, что готовят. Поварам в кухне, как принятное рекомендую. А детишки что-то просто дадут? И детишки идут сюда в детстве. В детском саду порядка 275 воспитанников по табелю. Из них 25. Ориентировочно требуется специальное питание, отдельный аллергический стол. Какие продукты для таких детей можно использовать, взять на молочной кухне, например? Потому что ребенок, пока он до садика, мамы приобретают на молочной кухне специальный продукт, рекомендуемый врачом. Мы хотим сейчас это продолжить с тем, чтобы потом предлагать это другим тиражерам. Мы сейчас работали уже над новым специальным меню для детей-аллергиков, которым мы уже направили Роспотребнадзор. Поэтому в самое ближайшее время, я надеюсь, мы получим их согласование. И также, буквально, я думаю, в период не больше двух недель, мы запускаем в Советском районе пилотный проект, когда родители в детских садах смогут подать заявление на своих детей и получить для них специальное меню для детей-аллергиков.